Оставайтесь максимально, тотально присутствующими здесь, в этом моменте. Возьмите всё из того, что сейчас, из этого опыта. Просто осознавайте, как ум работает. Когда ему скучно вдруг становится, ему надо что-то почитать. Как-то какую-то информацию, чем-то занять себя. Вот и ретрит – классная возможность не дать этому. Не дать этого всего уму, не дать возможность просто в моменте проживать то, что есть сейчас. Рекомендация такая в ретрите – не держаться за осознание и озарение, которое к вам приходит. Не держаться, потому что это становится вашими знаниями, за которые вы начинаете держаться, и это формирует новое кино. Что-то осознали, поняли – не отпустили. Осознали – не отпустили. Не держитесь. Вы тогда всё время в потоке осознания остаётесь. Потому что вы приехали с каким-то запросом. Ну и, допустим, у вас этот запрос уже реализовался, ответы пришли на ваши вопросы. Можно уезжать, если вы только за этим приехали. Если вы ответы пришли, вы осознаёте, что это такая мелочь по сравнению с тем, что может открыться. И вы отпускаете эти все ответы. Отпускаете эти все ответы. Ум – это классный компьютер. Но есть ещё более глубинная разумность наша, ещё более многомерный компьютер, в котором всё равно этот опыт весь хранится. И он не в виде таких знаний, как у нас в памяти. Поэтому тот опыт, знания, которые вы в голове сформировали, вы их можете отпустить. Ваша разумность и мудрость всё равно в нужное время откроются. Ваш опыт в нужное время реализуется. Вот поэтому, если у вас в ретрите будут какие-то там озарения, осознания, классно, хорошо, и отпустили, и поехали. И опять чистые, опять открытые. Опять открытые для новых сознаний, озарений. Вот поэтому, если у тебя уже что-то сформировалось, всё можешь выкидывать. У меня когда-то был такой собственный опыт, когда был такой период, когда мне хотелось всё читать, и всё было так интересно. И Оша, и Зеланд, и куча таких вот разных книг. И в какой-то момент я почувствовал, что всё уже как бы заполнено. Полностью под завязку, этот компьютер полностью заполнен, и всё, дальше уже как-то закрепочено. Ну, из-за этих знаний жизнь перестала быть живой. Вот, и я почувствовал, что нет, что-то тут не то, эти знания как-то можно отпустить. Ну, как отпустить, я как бы не знал. Вот, ну, не было у меня ни практики, но я почувствовал, что вот уже пора. Вот и мне снится сон, что я плыву на лодке и что-то выкидываю из лодки. Проснулся утром, смотрю, голова чистая, и вообще всё вышло. Так что, как это произойдёт, неизвестно. Собачки там нету. А? Собачки там нету. Не знаю. Это уже так ужасно. Вот, поэтому отпускайте, и потом раз, у вас чистое восприятие. Вам не надо сомневаться ни в чём. Вам не надо эти разные знания тогда сравнивать друг с другом, и смотреть, какие из них истинные, какие нет. Потому что истинные вы чувствуете в своём сердце. Так же? Или нет? В своём сердце. И когда вы знания отпустили, когда вы просто в принятии находитесь, в чувствовании, тогда у вас нету, вы не попадаете ни в какие конфликты между какими-то религиозными течениями или какими-то концепциями. Потому что если из ума смотреть, если из знаний смотреть, то вы можете увидеть какие-то конфликты и разногласия между концепциями. Есть такое? А? Да. Вот. Вот. Но это только потому, что вы находитесь в уме и вы верите в концепцию. Но как только вы отпускаете и уходите из концепции, вы становитесь, ваше восприятие становится тоньше, чем убеждение. Вы уже не берете из концепции, из религиозных течений убеждения, которые там каким-то образом передаются. Вот и вы тогда чувствуете суть, которую они передают. И вы чувствуете, что суть в этих всех концепциях не конфликтует друг с другом. Суть не конфликтует. Куда это все ведет, оно не конфликтует между собой. Попадать в кому угодно, слушать кого угодно. Но вы можете не верить словам, не верить в убеждения, в концепции или как надо себя вести и как надо. Вы просто чувствуете, что там под этим всем вам передается. И вы всегда чувствуете, вам там надо это. Ну это, есть у вас какая-то ценность в том, что вы получаете или нет. Так что отпускаешь все. Отпускаешь все, и ты, если ты все отпустишь, то останется настоящее. Настоящее ты не можешь отпустить. Если я все не отпускаю, то там тишина. Так это же есть настоящее. Тишина, истинно как раз из тишины приходит. Гениальность из тишины приходит. Ни из суеты ума, ни из знаний каких-то старых. А из этой тишины, когда ты не из старого опыта живешь. Что в этой тишине тебя не устраивает? Мне кажется, что я, наверное, что-то закрываю и не хочу о чем-то говорить в Куане. Почему ты молчишь? Потому что о чем мне хочется говорить. Если ты про Куан говоришь, про Куан говоришь, ну там тишина, ну побудешь в тишине. Ну сколько ты там побудешь в тишине? Новые файлы откроются, и ты их будешь отпускать. Ну если ты можешь, если у тебя тишина, будь в тишине класс. Ты всегда можешь чувствовать, это тишина настоящая, или ты что-то там подавляешь. Ну это в моменте, может быть тишина. Это, если говорить про Куан, это всегда динамический процесс. Он не стоит на месте. Замечали это? Даже если вы попали в какое-то гармоничное состояние, спокойное, вы приняли его и раз, через какое-то мгновение уже пошло что-то еще. Все, все время, все время, жизнь все время меняется. Все, все время меняется. Это в уме только иллюзия есть такая, что не меняется что-то. Что я такой, мои родные и близкие вот такие, моя жизнь такая. Вот это кино, и оно кажется, что не изменяется. Если мы к нему привязались. Вот и поэтому, когда вот этот мы Куан берем утром, что изменяется, мне он очень нравится. Потому что вы можете увидеть, что все изменяется постоянно. И вы можете тогда направить свое внимание на вот эти изменения. Из этих изменений вы можете тогда что-то создать в своей жизни совершенно новое. Фактически, когда вы направляете внимание на изменения, на то, что изменяется, ваши нейронные связи становятся более подвижными. Потому что вы не смотрите за закрепощенную картину. А вы видите, что все постоянно меняется. И ваша нейронная гибкость тогда появляется. То, что у детей было естественным, у вас как детей. Поэтому все легко там давалось, быстро училось. Было много нейронов свободных. Все, да, обращайте внимание на то, что изменяется. Еще что вы можете сделать, чтобы ваши трансформации были более эффективные, скажем так. Обращайте внимание, больше быть довольным тем, что у вас изменяется, чем бороться с тем, что вам не нравится. Обращайте внимание на то, что у вас изменяется. Туда энергию направляйте. Все, вы тогда выбираете энергию с борьбы с чем-то, что вам не нравится, с старым. И направляйте внимание на то, что вы создаете там новое внутри себя. Я пытался осознать где-то внутри из-за библии, но что-то я его там прям так и не нашел. Может, было какое-то ожидание, что какое-то оно конкретное. Но часто я смотрю, что я просто нахожусь в состоянии спокойном и даже сонном. Но не благостно, что ли, да? Если вас понимают, что чувствует это благость? Нет, не обязательно. Тут же иногда это просто состояние, просто весь этот момент, вот видите, там, и все вокруг кондиционного. И что? А что еще надо? Что? Посмотри, что тебе тут не хватает? Я в этом не чувствую, прям, полного изобилия или еще чего-то. Вот это кино тебе и закрывает, что чего-то тут не полное, чего-то не хватает. Посмотри, еще глубже погружайся в этот момент. Рассмотри, что тут. Что тут не хватает на самом деле? Что не хватает в этом моменте для счастья? Я вспоминаю фильм. Чувствую себя. А? Чувствую себя больше. Направь внимание на чувствование. Чувствуй. А когда это будет? А когда ты почувствуешь, что ты чувствуешь себя уже достаточно? Да. Направь внимание. В чем вот это ощущение не полностью? И на это... На это прям внимание как... Или... Ну, то есть смотри, как ты наполняешься. На это обращаю внимание. А кто этот я? Кто этот я? Кто этот я? Кто этот я? Вот мы еще продолжаем с этим вопросом сегодня. Потому что это вообще-то я бы сказал, что... Вообще-то основной вопрос. Если у вас придет это переживание, этого я, полное, настоящее, то ваши все вопросы вот так вот будут изнутри ответы приходить на все вопросы. И поэтому вот это вот ложное я, которому не хватает чего-то все время, ему надо стать слугой. Ему надо стать слугой целого. Это же тоже я, только уже целое. Быть послушным слугой... Уму позволить быть себе послушным слугой. Ему от этого будет только лучше. Потому что это его вообще суть. Это его работа. Я тут вспоминаю фильм, когда этот... А как же этот фильм называется? Когда проснулись на этом, на космическом корабле? Пробудь. Да? Пробудь жене. Они пассажиры? Пассажиры, 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 да. Один проснулся? Да, один проснулся и понял, что он уже не долетит до той планеты, куда он там так мечтал попасть. А он так думал, что все, он туда прилетит и будет счастливым там. И он проснулся и понял, что он не долетит. Вот. И он стал очень несчастным из-за этого. Вот. И там была классная такая сцена, когда бармен, робот. Вот. И он такой там, что там, виски пьет или что? Вот. И рассказывает, какой он несчастный, потому что он хотел долететь на эту планету. Как он мечтал там быть счастливым, и он сейчас несчастный из-за этого. И робот этот говорит ему, слушай, ну если ты сейчас несчастный, ты же это свое несчастье куда угодно перенесешь с собой. Ты думаешь, если ты туда прилетишь, прилетел бы, ты там был бы счастлив, тебе там все равно чего-то бы не хватало. Угу. Почувствуйте, что это кино, а ум все время играет в эту игру, что чего-то не хватает. Это его функция. Поэтому это нормальная функция, на самом деле, для ума. Потому что если бы это и не было функцией, то этот мир бы такой человеческий, он бы не формировался. Все бы сидели в просветлении, всего хватает, ничего не надо делать. Ну вот в таком виде, как в конкуренции какой-то или прям соревновательности. Ну раз вы уже здесь. Ну и на самом деле уже много чего наделано, да? То есть можно как-то уже что-то творить уже более разумно. Не из нехватки. Да? Чувствуете разницу делать из нехватки что-то или создавать, или из полноты, или из изобильности. Вы можете почувствовать, что многих вещей ненужных вообще не будет делаться. Все, тогда вы можете посмотреть, как вы можете быть счастливыми и чувствовать себя полными, изобильными прямо сейчас. Не когда-то там на другой планете, на которую не долетим никогда. А прямо здесь, сейчас. Может показаться, что тогда не будет мотивации для действий. Или для чего-то что-то делать, или какие-то проекты развивать, или что-то. Есть у кого-то такая идея? У кого-то есть? А зачем вам эти проекты? Это же про этого пассажира, который несчастный, проснулся. Не вовремя. Ему же тоже не интересно там было. Ну, суть в этом. Что вот этот интерес, это как программа. Просто она, да, она может вести, как бы, вперед. Но удовлетворенности, что ты удовлетворилась хоть раз, этот интерес полностью? Ты удовлетворена? Ну, так что ты можешь это еще тысячу лет за этим интересом гнаться. Не ты, а твою. Это всего лишь погоня за интересом. Отпустить эту погоню. Отложить в сторону. Посмотреть, что сейчас есть. Разве жизнь сейчас то, что есть, она неинтересна? За этой погоней за интересом мы не видим интересность настоящего момента. Но иногда тогда надо отложить в сторону, в сторону вот эти старые привычки, старые программы. Вот и просто побыть в настоящем моменте, наедине с ним, наедине с собой. Кто я без этих проектов, без этих интересов, без семьи, без своих привязанностей. Кто я вообще такой? Что я тут делаю вообще? Чего я сюда пришел? Может быть, это достаточно будет дня, может быть, несколько лет. Откуда ты знаешь? Ты просто не знаешь по-другому как. Поэтому ты живешь старым опытом. Но я не всегда оставаться в этом чем-нибудь? Я не знаю, что у всех. Не у всех. Так можно. Но у меня не всегда срабатывает. То есть многие вещи не возвращаются. Многие вещи не возвращаются. Возвращаются очень немногие вещи, и сейчас они происходят намного более качественные, чем раньше куча всего качественного не происходило в моей жизни. И это то, что сейчас происходит, оно происходит не из интереса моего, а из моего глубинного чувства и потребности внутренней. И когда эта потребность удовлетворяется, я чувствую удовлетворение. Я удовлетворяюсь этим. И иногда получается так, что эта потребность удовлетворяется и дальше меня туда уже не ведет. Все что-то потом новое открывается. Или не открывается. Какая разница. Тогда можно просто наконец-то в парке посидеть будет. Мы обесцениваем вот эту нашу способность просто ничего не делать. Просто ничего не делать и наслаждаться этим настоящим моментом. Этим шумом листвы птиц. На шум это все уже закрыл своими мыслями и суетой. Будьте из этого кино. Кому тебе надо быть полезным? Для кого тебе надо быть полезным? Ну, то есть, целая жизнь вообще, ну, я что-то как-то здесь развилась. Просто и буду прожить как, не знаю, со суббором на себя. Я не слышала как-то в полноте. Ну, у меня как-то, ну, там, недовольствовала. Такое ощущение, что я не понимаю, для чего я рождена. Угу. Как ты хочешь почувствовать или сказать много как-то? Кто хочет. Вот того, кто хочет, надо просто убрать. И ты начнешь чувствовать. Потому что тот, кто хочет, намного меньше чувств. ты не хочешь услышать тот не хочет услышать сейчас понимаешь и закрывается отпустить того кто хочет выйди из этого колеса выйди из этого колеса остановись что тебе надо быть полезны это же идея это же мотив вот отпускает этот страх быть трудными или быть бесполезной это чистое кино конечно конечно может быть с детства может от родителей конечно это это абсолютно бесполезное занятие быть полезной но супер так как так и есть это ты что-то сделала осознала и и поняла что ты можешь дальше еще глубже пойти у меня тоже так было в там с бизнесом я один бизнес оставил мне он уже вообще не радовал я думаю вот сейчас сделаю для души сделаю ресторан все для души будет точно это мое сделал ресторан но ира мне очень этом помогла вот и все-таки там люди приходят такой классный ресторан ты такой молодец это чувствую мы вроде да но внутри то такого прямо удовлетворения нету от этого все равно и чувствует но все равно как бы что-то не совсем то да всем все счастливо все довольны но я внутренне не не удовлетворен по полной от этого вот я потому что надо дальше двигаться вот так таки ты прошла какой-то опыт как ты узнаешь тут ступенька за ступенькой раз ты по но этот поиск он сам происходит расслабиться и дать этому поиску реализоваться самому он же сам происходит не надо напрягать конечно и не значит что когда ты делаешь что-то активное что ты делаешь что-то действуешь потому что когда вы наблюдатели когда вы вне день вне делателя вот вы можете заметить себя в медитации прыгающим вот но вы не чувствуете что вы тут что вы прыгаете кто кто такой замечал что туда тело прыгает а я нет а я на месте остается все время это очень тонко уже такое восприятие вы тогда начинаете замечать что некоторые вещи это это тело само делает что думаете как ложку все время подложить подносить карту если вы на немножко расстаристите с этим кто ест вы заметите что ложка сама в рот идет так мы так и делаем же осознанность тут в том что когда вы начинаете замечать что ложка сама ест той сама идет рука сама подымает и все само это происходит вот это самое такое самое яркое осознанность когда вы это начинаете замечать вы тогда можете заметить как когда медитация например надо просто в неподвижности сидеть вот и вы тогда можете не вестись за какими-то ощущениями внутренними чтобы начать двигаться чтобы какой-то дискомфорт стряхнуть сюда начинаете замечать что это просто внутри сознание играет вы остаетесь неподвижности также как тот настоящий который не прыгает когда тело прыгает вы соединяете с этим с этим неподвижностью и все ваше тело тоже неподвижно пусть там внутри волны эмоции ваших ваших ощущений играют а вы остаетесь неподвижности так что полезность отпускаем призвание это не это не то что вы можете понять или призвание это когда вы следуете своим чувствам своим ценностям вы просто раз и в какой-то момент вы осознаете что вы просто реализуете свое призвание и и не надо это не понять было не на себе объяснить не выписать каким-то там планом просто чувствуете что это ваше призвание все призвать что такое призвание само по себе слово это как призвание кто-то призвал вас до призвала вот это тело здесь что-то реализовывать